Жарко, тесно. Таков материальный мир, да. Мы все еще в материальном мире, поэтому. Ну, мы можем терпеть. Можем терпеть. Холодно? Делайте мне. У меня не верно, я не верно, я не верно. Немножко прочитаю из Читань-чири-тамблита, если позволите. Родничали. Джая-Двайта-Чандра-Джая-Гора-Бхакта-Вринда. 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 Шечитань-чири-тамблита. Аделила, девятая глава. Исполняющее желание древа преданного служения. Текст тридцать девятый. Этте-Эва-Сама-Бхала-Дега-Яритари. Канья-Хаук-Локка-Аджара-Амари. Аджара значит нестареющие. Амари бессмертные. Лока. Люди. Хаук. Пусть станут. Пусть станут люди нестареющие, бессмертные. Какое пожелание, а? Мы все хотим этого. Мы, конечно, хотим этого, но кажется, что это нереально. Одну мальчика я спросил, в девяти лет, по-моему, что бы ты хотел, скажи, какое твое желание. Я постараюсь исполнить его. Скажу, у меня есть желание, но оно нереально, несбыточно. Ну, говори, какой же. Это я хочу машину времени. Говорю, почему неизбыточно? Йоги могут путешествовать время. Говорю, но я не йог. Говорю, но ты можешь учиться. Так, каждый может стать нестареющим, бессмертным. Мы такие и есть по природе. По своей сути. Перевод текста. Распространяйте же это движение сознания Кришны по всему миру. Пусть люди вкушают эти плоды и освободятся, наконец, от старости и смерти. Если мы возьмем пророков мировых, Будда ли это, или Иисус Христос, или пророк Мухаммед, или пророк Моисей, неважно. Их заповеди, их проповедь, их тот вклад духовный был достоянием не какой-то нации, а достоянием мира. Например, Иисус приходил к Иерусалиму, к евреям, к христианам по всему миру. Хотя пророк Мухаммед приходил к арабам, к мусульманам по всему миру, везде есть. Это достояние всего мира. Когда мы говорим о сознании Кришны, это тоже достояние всего мира. Это обращение ко всем просто разумным людям. Просто разумным людям. Давайте же распространять хорошие вещи, самые лучшие. Давайте выберем самые лучшие. Давайте разберемся. Это относительно то, что хорошо для одного, для другого человека. Не очень хорошо. С материальной точки зрения нет критерия абсолютного. Но с духовной есть критерии. Христос грелет в Царстве Божьем, вот он критерий. Вот что самое лучшее для человека. Будете жить вечным, говорит. То же самое, говорю. Вы будете жить вечным. Со мной. Потому что я же от отца пришел. И тот, кто верит в меня, будь же со мной. Да, отца. Вечная жизнь, говорю. И Кришна говорит о Джуне, что впервые Он поведал это духовное знание во Вселенной, Богу Солнцу Его звану. Он говорит, что я перед тобой стою сейчас, ты мой друг, мне 125 лет сейчас, в земном вычислении. И он говорит, имеется в виду, что он появился, 125 лет от рода ему было, как он стал рассказывать о Богове и Туарджуне. И он говорит, в начале творения я рассказал Ту Багалиту Богу Солнце. А Джуне говорит, ну как? Бог Солнце старше тебя по рождению, а Кришна, как же ты мог когда-то в прошлом, в далеком, далеком прошлом, это миллионы лет назад, значит, когда Солнце стало светить, когда это было творение, когда это проявилась энергия. И прежде чем Солнце светило, уже было знание, потому что свет Солнца, он тоже переносит знание. Кто может это понять? Как Багавадит и переносится со светом Солнца? Вот так, видите, вот природа вся пронизна знанием. Свет Солнца, если его изучить, мы увидим, это наш девиз правопадабуды, значит, Кришна, как Солнце, там все энергии присутствуют. Сурья Нарайана называют Солнцем, это тоже от Бога, энергия от Бога, она непостижимая, это не просто какой-то агонь или ядерный процесс, это жизнь всей Вселенной. И это знание, его нужно распространять, чтобы оно открыло сердце человека. Почему? Потому что он имеет свойство роста, ну, подобно тому, как мы поливаем растения, оно растет, оно растет. Если мы знаем немножко его природу, как это делать. Когда мы отъезжали из квартиры сейчас, там, рядом мы, Шарапру, показал мне, что он выращивает манго, вершочки, дерево манго. Он пророс уже такой росток, с листьями манго. Деревья огромные манго. В этом климате они, в принципе, не растут. Но если мы знаем, как их природу и какой климат создать, то растет. Он прорастет. Поэтому сознание Кришны, это не просто как-то индийская религия, можно вырастить в любом климате, если мы знаем его природу. Берете семечко манго, оно большое, крупное. Очищаете его полностью. Расщепляете. Заворачиваете в мокрую марлю или салфетку, погружаете в воду. И оно прорастает. Затем готовите ему почву. Должны знать, какую почву, какой климат, какая температура, какое пространство воздушное. Смотрите, оно прорастает. Если мы учтем все параметры, даст плод. И так кажется, это индийская религия. Кто-то скажет, это религия для евреев, это религия для арабов. Но если вы создаете условие в любом месте, она работает. Потому что она духовная. Для души, если мы с одним условием, в любом месте, она начинает развиваться. Каковы же эти условия для развития души сейчас? Здесь говорится, нужно распространять по всему миру, по всей Вселенной. В разных условиях прорастать это семя, бхактика. Самая могущественная практика. В век калии люди не готовы ни к одному процессу йоги. Ни карма йоги. Что-то отдать нам сложно, что-то отдать бескорыстно. Ни гьяна йоги нам сложно мыслить философски глубоко. И таким путем идти очень трудно. Путем философских размышлений, добраться до истины. То даже Сократ не добрался, даже Лев Толстой не добрался. Великие умы не смогли до конца дойти. Мы не очень-то готовы. Мы готовы. Массово распространена просто кармическая деятельность. Все накапливают в себе богатство, пищу, деньги. Скапливают. Накопительством занимаются даже животные. Даже грызуны. Это чисто биологический инстинкт. И сегодня люди массово занимаются накопительством. Но нет йоги. Нет отдачи должной. Нет карма йоги. Нет гьяна йоги. Нет аштанга йоги, медитации. Очень сложно. Даже бхакти-йогу применить не так. Так просто поклоняться божествам. Кто это примет сейчас? Кто поймет сейчас такую проклику? Или возносить молитвы в храме тоже почти утрачено. Смотрите. Очень слабо работает. Очень слабо. Не останавливают деградацию в мире. Даже храмы. Их понимают больше как ценности архитектуры, искусства. Но сама суть содержания. Очень тоже трудно дается человеку молитва. Для этого нужно быть в покаянии. И осознавать, что такое грех, что такое добродетель. Сегодня все смешалось. То есть мы не готовы ни к одному процессу. Мы готовы сегодня от нашего рождения привычки наслаждать чувства. Там, где есть какие-то массовые мероприятия на стадионах. Туда люди идут сотнями тысяч. Там танцуют, поют, ночные клубы. Переполними все. Развлечения. Сразу люди собираются. Поэтому сознание Кришна распространяется в этом же духе. В духе развлечения. Песни, танцы, пиры. И немножко поговорим. Чуть-чуть. Нам этого достаточно будет, чтобы поддержать энтузиазм воспевания Харе Кришна. То есть это приживается. Оказывается, все люди планеты хотят петь, танцевать. Любят. Тем бы они ни были. Они готовы. Материалисты они или кто-то еще. Они нравятся петь, танцевать. Блюда вкусные нравятся. Или даже философии не нравятся. Прасады нравятся. Поэтому что сказал Господь читания? Если сознание Кришны не может войти в дверь, вас не пускают. Оно идет в окно. Но вы не сможете восстановить. Просто если люди видят Харинама, которые проходят по улице и ругаются во след, они прогрессируют. Что думают о Вишнава. Один царь, он хотел быть императором. Он объявлял войну соседу, то одному, то другому. Но терпел всегда поражение. С такими амбициями было очень больно терпеть поражение. Но он снова старался, собирал армию, снова-снова брал реванш. Потому что очень хотел быть императором, починить все остальные царства. И в конце концов он думал, ну что же мне делать? И стал спрашивать, в чем дело, почему. У меня такая неудача. Сколько раз я пытаюсь. Терплю поражение. Ему сказали, ну ты должен принять инициацию, гуру. Чтобы у тебя были внутренние силы еще, кроме вот таких вот стратегий твоих царских, материальных. Ты еще сила духа должна быть. А, вот что дело. Пришел гуру, сказал, дай мне посвящение, хочу быть императором. Хочу быть сильным духом, победи всех царей. Гуру мне посмотрел. Хорошо, вот тебе инициация, вот тебе мантра, иди, побеждай. Стань императором. Ну он с уверенностью уже, получивший инициацию, сразу первую, вторую, представьте себе. Раньше было только одна инициация. Собрал войско и с уверенностью обил войну соседу. Тот даже удивился, откуда такая уверенность. Он всегда терпел поражение, он вышел тоже, разбил его на голову вообще, как никогда. Не за ним погоню там, объявили. Он куда-то убегал, в пещере скрывался, сидел, жизнь спасал. Долгие дни скрывался в какой-то пещере в пустыне, его искали повсюду, чтобы убить. И проклянул всех ойшнавых. Эти ойшнавы оказывают такие лицемеры вообще. Инициация не работает. Только говорят, говорят, все это перевеличивают. Людей с толку сбивают, стольким людей понадавали инициацию. И какой толк вообще? Они работать потом не хотят вообще. Факт. Только получил инициацию, все, не хочешь сработать. Что ты с ним будешь делать? Нужно прям палкой гнать, заставлять что-то делать. Плевать на все. И вот он сидел и вот так вот на песке писал все эти вот плохие названия ойшнавов. Стирал и снова-новы снова придумывал. Все эти дни, что он там сел, медитировал на плохие качества ойшнавов. Вот такой паучок с потолка пещеры так оп и повис на паутинке так упруга. И поднимается по ней. И снова падает. Снова поднимается и снова падает. Ему там делать нечего, он начинает считать. Сколько раз вот он попыток делает? Сюда считал уже до пяти тысяч. Странно, паучок, пять тысяч падает, что он делает еще? Ему не лень, нет. Он не разочарован, нет, все, попытка. Он не проклинает никого, нет. Восемь тысяч уже, двенадцать тысяч. И он на какой-то раз и залез. Вот он ответ. Я должен пытаться дальше это делать, если к своей цели. Он вышел из этой пещеры. Собрал армию, уже разумно. И одержал победу. Потом пришел в гуру и сказал, ты меня обманул. Посвящение не помогло. Я собственными силами, собственным разумом это сделал. Он сказал, а как ты понял? Откуда ты получил этот паук? А как ты это увидел? Чем ты занимался до этого? Парк Людмилов Вайжнау. Вот поэтому ты получил разум. Ты увидел, что делает паук. Но я ведь плохо не говорил. Вайжнау трансцендентный. Не важно, как ты говоришь. Важно, что о них думаешь. То есть, поймите, трансцендентное знание, даже когда люди не понимают его или против него. Более того, чем больше против материйный мир трансцендентного знания, тем сильнее оно становится. Этот принцип использовал также Иисус Христос. Как будто победил его зло. Вот. Ну, нет, на самом деле. Невозможно оказалось. Еще больше оно распространяется после этого. Чем больше препятствий, тем быстрее распространяется. Мы видим, что если мы распространяем правду, правду об этой жизни, о человеке, о семье, о детях, о мужчине и женщине, если правду, то не просто выиграть. Нельзя всякий согласиться и возрадуется этому знанию. Более того, тот, кто принимает эти знания в своей семье, часто встречает сопротивление от близких людей. Непростая вещь, на самом деле. И все же, почему оно распространяется? При таких препятствиях, при непонимании, только благодаря Санкиртану Яге. Пение, воспевание, распространение просада и немножко знания, чуть-чуть знания людям. Когда они будут готовы, можно рассказать им все, они получат все, но со временем. Все означает, они достигнут осознания вечности. Это все. Здесь говорится, они никогда не состарятся, дух не старится и никогда не умрут. Будут вечно жить с Богом. Это конец, это конечное. Но мало кто в это поверит сразу. Иисуса распяли за такие слова. Сегодня больше веры в это, в людей. Может быть, какая-то научность присутствует в живом умах, не знаю, на каких-то измерениях, местных различных формах жизни. Мы как-то можем допустить какую-то фантастику в свой разум сегодня. В те времена, когда провел пророк Мухаммед, людям было очень трудно принять, что он мог за одну ночь оттуда ехать в Иерусалим и вернуться обратно. Он рассказал им честно, что случилось с ним той ночью, когда он спал в палатке и пришел за ним пророк и сказал, срочно тебя Всевышний зовет. Куда? В Иерусалим. Выходи из палатки. Какой Иерусалим? Я тут в Рабских Эмиратах. Но он не спрашивал, он верил. Он быстро встал и даже кувшин с водой, который стоял рядом, он сбил в это время. Но некогда было подхватить его. Он просто выбежал быстро и увидел мифическое существо, крылатое. Кимпуруши называют на санкрытии таких. Внешняя форма человека, а остальное птица, например. Кимпуруши означает, кто это? Непонятно. Кимпуруши. Неопределенное существо. Он сел на это существо и переместился в Иерусалим. И там он через несколько измерений поднимался веш за семью, парковал ими из звезд. Он слышал голос Бога и разговаривал с ним. Получил наставление от всего народа. И также потом вернулся обратно на этом существе в свою палатку. Вошел в палатку, успел подходить падающий кувшин и лег спать. Наутро разыскался последователем. 70-75% его последователей покинули его, ушло. У Иисуса было не 12 учеников. Последователей было гораздо больше, но многие его покинули, потому что не могли поверить, о том, что он говорит. Какие-то вещи не могли принять. Сегодня мы уже по-другому немножко устроены. Можем понять, что ученые открывают какие-то другие измерения вообще. И начинаем понимать, что это может быть правдой, что есть тонкие миры, тонкое существование, что приведение их духе, вымысел, что различные формы жизни могут быть, и жизнь на других планетах может быть в других формах. И начинаем уже приближаться к этому пониманию. Прупады объяснили, что антиматерия, она нематериальна. Ученые открыли этот принцип антиматерии. Не саму антиматерию, но принцип открыли. Прупады используют этот принцип в книге «Легкое путешествие на другие планеты». она сильно подействовала в новом ученых. Эта концепция. Значит, есть духовные миры. Здесь есть антиматерия, есть материя, материальный мир. Антиматерия, значит, могут быть антиматериальные миры. Что же? Существование с противоположным качеством анти. Если здесь временные формы, там постоянные формы, вечно. Если здесь мир страданий, борьбы, то там другое. Шапат показал ученым, что это логично. Это научно выглядит. Здесь нет недостатка в этой логике. Нет ошибки в этой логике. И разумные люди сегодня это понимают больше и больше, что душа – реально существующая энергия сознания. И что же это означает? Душа – это я и есть. Нужно познать себя. Мы не можем познать душу в пробирке. При помощи химических реакций нужно познать себя. Чем больше мы знаем себя, как душ, тем больше мы понимаем, что такое душа в других формах жизни, а не наоборот. Материалисты делают наоборот. Они пытаются понять другие формы жизни, чтобы понять человека. И так они учатся у животных. Это неправильное обучение. Мы учимся у Бога. Мы обратно это делаем. Анти-образом, противоположным образом мы изучаем анти-материю, не-материю. Если материю нужно изучить при помощи санхи и разложения на составные части, то дух не делим. Вы не можете принять этот метод. Единственный метод к живому существу – это любовь. Вот это, бхакти-йога, это есть только метод познания духа. Об этом и говорит Иисус Христос так же. «Любите друг друга», Он сказал ученикам. Он говорил вам «стоп, а почему? Что вы делали себе друг другу то же самое, что вы любили друг друга». Последнее было его наставление. Прабупа сказал то же самое. «Ваша любовь ко мне, ученики, проявится в том, как вы будете сотрудничать друг с другом между собой, как вы друг друга будете любить. Мои дети, мои духовные ученики». Все говорили о любви в конечном итоге. До Иисуса были 10 заповедей, которые дала Моисей, но не было любви. Был закон. Люди, хотя исследовались законом Божьим, не различали материю и дух. Для них любовь к Богу выражалась в следовании законом, жестоким законом. Когда к Иисусу привили блудницу, чтобы спровоцировать его, спросили, вот по закону Моисея ее нужно забить камнями. Далпа уже собралась с камнями забивать ее. Она была уличена с поличными любодеяниями этой женщины. Вот перевели. Казнь должна быть. Так и делали, так и поступали. А ты что скажешь? Они хотели спровоцировать его. Иисус ничего не говорил. Что-то писал на песке пальцем. Никто не знает, не взял. его еще раз спросили. Он отвернулся, молчал. Вообще не смотрел на эту ситуацию. Как будто никого не было вообще. Все люди затихли, стали смотреть. Он же в разуме человека ведет себя как сумасшедший, непонятный, мы не понимаем его действия. Его еще раз спросили, что ты скажешь, что делать с этой женщиной? Он тогда просто сказал, на всех посмотрел. Кто из вас без греха пусты и бросит камни? У людей вдруг проснулась совесть, побросали камни, разошлись? Удивительно, что происходит. Как он мог в сердце проникнуть? Как он пробовал эту совесть у людей, которые забивали женщин камнями? Это был их закон. Они чувствовали что-то другое. А что это было? Они не могли понять. А что? Какие чары? Это была любовь. И чтобы этот глубокий сентимент любви заложить в сердце людей, он сознательно пошел на распятие. И до сих пор люди плачут об Иисусе Христе. Понимают, вот это была любовь. Вот она любовь. Мы не знали об этом. Оказывается, это самопожертвование. Это себя в жертву принести. Все ученики принесли себя в жертву. Проколю. Мы это делаем при помощи знания. Наша жертва посвятится распространению духовных знаний, которые здесь предписаны, что это нужно делать для всех людей. Это достояние каждому человеку нужно преподнести на его выбор. И таким образом, это полное знание обогатит все культуры и все религии. Мы не говорим, что должны остаться только Кришнаиты. Павпад никогда об этом не говорил. Он очень любил Иисуса Христа. Он очень хорошо говорил о мусульманах, об их правлении. Однажды, насколько помню, это было в Испании, когда Павпада приехал в какой-то храм. Это был не храм, не знаю, но комната он остановился. Там была его кровать и напротив, на стене, было изображение распятия Иисуса Христа. Пошел. Ученик привел Павпаду в комнату и вышел. И когда он вошел снова, он виновен, что Павпада плачет. Он испугался Павпада, что случилось, что-то не так. Подумай только, посмотри. Они убили собственную гуру, который пришел для них специально. Но они не поняли, убили собственную гуру. Подумай только, что это за мир, что он плохого сделал. Они убили Ганди, за что? Никто в истории столько много не сделал с материальной точки зрения для людей. Он был бы собственными сподвижниками. Таков мир. Мы можем стараться с материальной точки зрения, но будет обратная реакция, Арджуна говорит, будет обратная реакция. Не будет благодарности в материальном мире, никто не оценит. Мы уйдем просто на пенсию, нас забудут. Нас просто вычеркнут из жизни, новое поколение. Вот такой материальный мир, джагад, он меняется, ценности меняются. Здесь вечные ценности нужно распространять, чтобы наша жизнь не была прожита напрасно, была оценена по достоинству, была примером для других. Каждый человек должен прожить достойную жизнь, говорится, и все желания должны бы исполниться. Поэтому наше другое значение. И главное наше желание тут, движение сознания Кришны, основанное Господом Чайтане, чрезвычайно важно, поскольку тот, кто присоединяется к Нему, обретает вечность, освободившись от рождения, смерти и старости. Люди не понимают, что настоящей причиной всех их несчастья являются четыре фактора рождения, смерти, старости, болезни. Они настолько глупы, что примиряются с этими четырьмя видами страданий, не ведая духовным средств избавления от них, Махаманту Хари Кришна. Просто повторяя Махаманту Хари Кришна можно освободиться от всех страданий, но поскольку люди очарованы энергией иллюзией, они не принимают это движение всерьез. Поэтому истинные слуги сочетания Махапрабху должны со всей решимостью распространить его движение по всему миру и тем самым даровать человечеству величайшее благо. Разумеется, животные представители других низших форм жизни не смогут понять это движение, но если даже небольшая часть людей примет его всерьез, то благодаря их громкому пению все живые существа, включая деревья, животных и прочие низшие виды жизни получат благо. Когда сочетание Махапрабху спросил Харьдаст Такура о том, как можно принести благо живым существам, которые не принадлежат к человеческой форме жизни, тот ответил, Махамантра Харе Кришна настолько могущественна, что если ее произносить вслух, то благо получают все, даже и те души, которые обитают в низших формах жизни. как пропад выразился, даже стены прогрессируют на своем святом имени. Однажды послал Харьда по лесной дороге учеников. Двухая лесная дорога вся. Час перед туда, час обратный. Вернулись и спросили пропад зачем мы пошли по этой дороге, там не было ни одного человека не заметили. Как же, там было столько других живых существ, как не заметили. Там было очень много живых существ. Не так пропады мысли. Это трансцендентное знание. С духовной точки зрения разницы нет между собакой и человеком. Или деревом. С духовной точки зрения такой разницы нет. Сам адаршина называется. Одними глазами можно все это увидеть. Духовными глазами. Как вы думаете, если так увидеть, что произойдет, не будет насилия. В мире не будет насилия. Не будет насилия, представьте себе. И лжи не будет. Будет правда, будет доброта ко всем же существам. Легко жить, правда, в такой свете? помню. и никто никого не обманывает, не эксплуатирует, не пользуется нашей глупостью, несовершенством, допустим, слабостью, наоборот, поддерживает, помогает, что мы души, мы тела. Никто не уничтожает природу или животных, злоупотребляет. Бойни никто не открывает. Какая атмосфера? мы видели корову. Мы в рентаване пришли, когда мученик вышел, пропады, он дождит корову. Это особая корова, таких коров не видел в жизни. Не знаю, как рассказать про эту корову. корову. когда вы с ней знакомитесь, сразу становится вашим другом. Сразу же. Она доверяет всем. Она очень любящая корову. И она ни разу не имела теленка. И она дает молоко. Потому что есть любовь. Я просто пообщался с этой коровой, и я не могу забыть в тот момент эту самскару. Это живое существо настолько добродетельное, хотя оно животное и уступает в разуме человеку. О, гуни добродетельное оно может выше современного человека. Сколько оно приносит счастья, нисколько пользы, и какая у него любовь, хотя это животное. Я подумал, вот почему корову защищают индусы, нет, нет, нет. Каждая корова обладает таким потенциалом благости и может благословлять человека. Это есть русская сказка, это утрачено, потому что их ведут на убой. Они не могут себя проявить тонко чувствующие живые существа. В 60-х годах еще прошлого века был промысел Черноморья на дельфинов. Их забивали в промысел. В грузин продавался дельфинный жир. Сегодня сложно представить, что мы знаем характер этих живых существ. Люди исцеляются в дельфинариях, психические болезни могут даже лечить. У них столько добра, есть целое движение в мире, общение с дельфинами. Просто обнимайтесь, у вас скрывается четвертая чакра с радостью, становитесь радостным человеком, что они несут эту радость людям. И когда ученые видели их строение мозга, подумали, подождите, подождите, они спасают людей. Они спасают людей, мы их забиваем, они людей спасают. Они стали изучать их мозг, увидели, что он совершеннее, чем у человека. Предположили, что это цивилизация разумных существ, только в море ушла вето ветвь, и запретили промысел. С тех пор дельфинов не забивают. Им стали больше доверять. Но это нужно когда господчитание был подростком, школьником, даже в младшем возрасте, он собачку видел щенка на улице. Дети очень любят щенков, щенки очень любят детей. С ним стал играть, гладить, и этот щенок уже ему на руки лезет, облизывает его с любовью. Он его приносит домой. Мама Шача «Эй, Немай, не, нельзя собаку в дом, это же собака, ты же сын Брама, она должна понимать, что такое чистота, собаке не место в доме, на улице должны быть там». Но Немай сказал «Нет, я люблю его, он любит меня, поэтому я не могу расстаться с ним». Стал плакать «Мой щенок, не отбирай, не выгоняй, трагедия у ребенка». Но мама разумно не стала расстраивать, сказала «Вот, поешь, пожалуйста, помои руки, теперь ложись, отдыхай». Он заснул. Она вот у щенка зашивала «Эй, дорогой, пошли к нам. Где гуляй?» Немай проснулся. Сразу «А где? Где щенок мой?» «Не знаю, кто-то ушел, ничего не сказал». Собакой собакой, что ты хочешь? Как мой щенок плакать в разлуке со щенком? А щенок шел по улице Минадвипа и тоже плакал. Разлуки снимаем. Его выгнали, разлучили. И как ни странно, это описанная история. Не выдумка. Не знаю, поверите или нет. Рассказывать дальше нет, я уже даже занимаюсь. Но для Минска можно бы поверить. В Минске верят. Щенок стал петь святые имена. Харе Кришна и слезы у него. Харе Рама и Говинда и Мадусудана. Откуда он знал все это? Откуда он знал все это? Мы знаем, такой феномен был у Господа Натянанда. Он был со всем ребенком. Он с детьми стал все лилы Кришны и из Рамайны подробно, не слыша ни от кого этих историй. Все бандиты уделили. Откуда он все это знает? Он еще не слышал ничего об этом. Все лилы стал, спектакли делал с детьми. Только этим и занимался. Откуда этот щенок узнал все эти имена? У него были все признаки экстаза. Шерсть поднялась дыбом. Хвост выпрямился. Знаете, что когда коровы экстаза, у них хвосты поднимаются вверх вертикально, можно по ним лазить вверх. Это состояние экстаза у коров. И они так прыгают на прямых ногах. Тучные коровы хвосты вверх и они прыгают. Это экстаз означает. Когда мы на ферму такое увидим. Когда мы сами в экстазе будем, хорошо? Когда колеюга закончится у нас, мы сможем увидеть феноменальные перемены в природе, в деревьях, в животных, в птицах. Они будут переходить к такому человеку жить рядом. Естественно произойдет. Они будут бояться такого человека. Сейчас они все разбегаются от нас. И кошки, собаки разбегаются, и птицы разлетаются в страхе от человека. Но если есть любовь, если это этот дух, они чувствуют, как великие святые. ездили на медведях. Кто-то из очариев на тигре путешествовал, проповедовал, в деревню людей собиралось посмотреть, как какой-то садху на тигре приехал и говорил повторять, и Харе Кришна, они да, да, повторять, похоже, надо повторять, да, 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 делали такие вещи. Христос оживлял мертвых, показывал чудеса, вот этот дух может все, все самое чудесное в этой мере создано при помощи внутренней энергии, духовной энергии. Как эта вселенная создана так же как это тело человека, кто его сделал, из чего оно само выросло, не так ли? Не родители же его создали, они сами не знали, что получится, вот что получилось и все, ну что, природа через нас действует, а как это делать? Этот щенок шел по улицам на воды и громко стал скулить и кричать в голос Харе Кришна, Харе Рама, Агавинда, Матвасудан и так далее. Он собрал толпы людей и все думали, странное явление, собака, собака даже еще не взрослая, уже говорит на санскрите, уже проводит Харе Рама, Сан-Киртену, запрещенная вообще практика, нарушение общественного порядка, не так ли, если вы выйдете в город, так сказать, нарушение общественного порядка. Ну, собака, она не понимает законов, она идет, поет, на площадь вышел и там распелся, слезы у него, лужи вокруг, он в экстазе катается в блаженстве, он счастье вяжет, кричит, Харе Кришна, Харе Рама, все, не остановится, не может остановиться, а там немая плачет, где мой щенок, где мой щенок, где мой щенок, где мой щенок, и люди все в таком изумлении стали подпевать ему, там была большая Харе Рама, кто за чинщик, да вот собака, не знаю, какой с нее спрос, ни документов, ни разрешений, ничего не нужно, собака поет, если собаки забудут, Харе Кришна, кто остановит? Ну, такая история. И затем уже в разгаре Тахаринама, когда уже действительно люди перестали различать формы жизни, да все уже видели духовным зрением, они увидели свет с неба, и спускался такой цветочный корабль красивый, механическое устройство. И оттуда вышли четырехжуки и существа сияющие, похожие на вишну, ну, господи вишну, они оглядели всю площадь, голосом подобного раскат грома, спросили, где тут этот щенок? Люди очень удивились, они посмотрели на щенка, и когда эти существа бросили взгляд на ту собаку, тут вышла четырехжукая форма, и они пригласили на заработку, и улетели. Можете проверить, этого щенка больше не было сих пор, нигде. Можете поднять всю картотеку, там все документы, так история описана, ачариями, не фантастами, а люди высоко духовно продвинутыми и очень серьезными в медитации, не склонными превращаясь в это в шутку. Другая история описывается, читая черитами, когда Господь путешествовал через лес Джарикандо, он, естественно, всегда воспевал Харе Кришна. Деревья вибрировали в ответ тем же звуком, весь лес как будто бы повторял негромко цветы имена. Я слышал, как попугаи повторяют, очень четко и поскольку Господь читая не было в экстазе, он не различал, куда он идет, куда он наступает, он наступил на спящего тигра. Когда его стопа коснулась головы тигра, тот проснулся и закричал Харе Рама. И тут началось все другие живые существа, которые слышали эту вибрацию, стали тоже как-то отвлекаться, олени появились. Все, все вместе перестали бояться друг друга вдруг, перестали себя даже след с этим телом. И олени и тигры обниматься стали, кататься по земле в объятиях. В арендауне увидел, как обезьян обнимаются с собаками, играют. Так берут собаку, вот так вот шушить, те ребят тоже вот так играют, она тоже играется. Однажды мы утром пошли на паре Крыма по дороге в арендауне, обезьяны просыпались за то время тоже лет с тайной, проснувшись. Начался восход солнца и такая атмосфера была очень приятная, удивительная в арендаунской атмосфера, знаете, счастье такое, что мы пошли на паре Крыма и такое счастье с утра особая сила, солнце не печет, еще такая атмосфера, свежесть накрыта, дама мухурта, и одна обезьяна танцевала на дороге, кружилась вот так. Никто не удивляется, что это в арендауне, там все чувствуют, все, в сознании Кришны, даже в дереве, поэтому приятные любят приезжать во варендаун, мэй-пур, чтобы увидеть все это, почувствовать, что такое жизнь, сознание Кришны, что это такое. Поэтому хорошо распространять эти знания, когда проходит через нас энергия чит, энергия знания, мы сами очень обогащаемся. когда правопаду спросили, что правопада, как отвечать на вопросы, так быстро сразу находите ответ, не думайте ибо он говорит, вот сейчас меня спросили, я не знал, что ответить, но как только вы задали вопрос до конца, у меня ответ появился, вот что вы будете наблюдать внутри себя, постоянное откровение, я не знаю, оп, вдруг я знаю, как так происходит, энергия чекает, вы хотите служить и получаете разум, вы хотите господствовать, разум отнимается, это очень просто, да даме будхи йогам там, кем мы памятитэ, тем, кто преданно служит мне, Кришна говорит, я даю разум, при помощи которые не могут прийти ко мне, значит, привезти другую сюда, это приходит к человеку, естественно он будет, слышит, поэтому это благо для тех, кто говорит, для тех, кто слушает, для тех, кто критикует, тоже благо, они же невинные люди, мы не должны слишком беспокоиться об этом, люди невинные, много не знают, можно понять их предрассудки, еще какие-то, они узнают, как только они поймут, они примут это, каждый разумный человек, он примет, как только поймет это, нам нужно просто найти язык, понятный для людей, сам понятный язык, это песни и танцы, не просто, мы должны распространять широко, Марина Массан-Тиртону, просад, книги, пусть они что-то прочитают, что-то не поймут, что-то поймут, неважно, по чуть-чуть, по крупицам, и через 2-3 года человек, который съел просад когда-то, он приходит сюда и говорит, есть что-то почитать, с ним что-то происходит, явно, Крупада говорит, что они через 3 года все придут, просто их просаду накормите, пусть они идут куда хотят, через 3 года они снова сюда придут, потому что съели пройдет. Один преданный вспоминает, как он пришел в Саддане Кришны, что по Ницкому проспекту 90-е годы вообще, 90-е годы, представьте, что было, творилось в России кверху, кверх ногами было, всякие вещи, и Рейки, и Харе Кришна тут, непонятно, что происходит еще в жизни в людей. И он идет по стороне Невского проспекта, на другой стороне Харе Нама, Харе Кришна поет. Он толком не расслышит, что там поют, что люди в простынях, с барабанами, лысые, прыгают, поют. Он говорит, для чего Россия дошла уже, просто мы сходим с ума уже, все, просто сумасшедший дом. И говорит, единственное, что меня утешало, что я на другой стороне улицы иду, все, я никогда таким не стану, человеком. Но он немножко йогой увлекался, было интересно, и узнал, что есть единственное в кафе, вообще в Петербурге, вегетарианское тогда было, единственное кафе. «О, надо зайти, стал кейс-процесса, там же официанты, все проповедники, они выглядят официантами, на самом деле они шпионы, Кришны, то есть, засланные, наши люди, так сказать. и они там подают что-то, но они также объясняют, что это, что это, его удивило, что там нет цен за пожертвования, сколько хотите, сколько даете, его-то шокировало просто, что за люди, стал спрашивать, йога, а какая йога, и что, ну, сказали, вот мантру можно повторять, это лучшее средство выйти с тела, ты же с тела хочешь выйти, вот с тела при помощи мантры выйдешь, о, надо попробовать, что за мантры, записал, взял четкий, пошел домой, круг мантры, повторил, сидя в позе лотоса, все как надо, так йог, и вышел из тела, о, боже, я столько старался тут вообще, я тут просто повторил немножко, о, надо, надо больше повторять, надо дальше выйти куда-то, там, на луну, там, на дожди звезды, на дожди планеты, но сколько не старался, больше не выходил, в теле так оставался, снова пришел в кафе, сказал, ну, вот, что-то получилось, дальше не идет, дальше потолка не вышел, ну, так должен 16 кругов повторять, не просто там это, а, 16, ушел домой, осталось 16 повторять, опять не выходит, снова вернулся, так, дорогой, нужно какое-то служение, а какое служение, скажите, я готов, ну, хотя бы на Харинаму сходить, он не знал, что такое Харинаму, он пришел на Харинаму, там, собрались люди в простынях, он даже это как-то упустил из виду, что он, и уже пошел с ними, уже поет, потом, боже мой, я же это видел недавно, я же клялся, что таким никогда не буду, вот так вот, такие истории, они в книге есть, может быть, читали эту книгу, как я пришел со мной, и Кришна, там, интересные истории, как люди приходят со мной, Кришна, другая, перед нами где-то в Барнауле, или в Новосибирске, не помню, она училась еще в школе, и там, говорит, под окном, у меня всегда это Харинам проходило, я ждала их, брала помидоры, или яйца прям, из балкона, бабахи спрятала, всегда так делала, бросалась с ним, теперь, я сама хожу под этим балкон, и поехали, Кришна, как это происходит, первый этап осмеяния, второй этап преследования, третий этап осхищения, потому что мы не сразу выглядим красивыми в сознании Кришны, знаете историю о гадком утенке, это не сразу лебедь, это что-то странное сначала, даже не поверьте, что вот это вот существо, странное, станет таким вот красивым лебедем, гадкий утенок называется история, он растет, он превращается в красивого лебедя, особая птица, это разумная птица, они понимают человека, не общался с лебедями, при Балтии, в заповеднике, они понимают язык людей практически, а сначала это гадкий утенок, но мы начинаем понимать язык Бога, постепенно, если кто-то искренне это делает, он получает этот разум, начинает понимать Бога в своем сердце, и других живых существ, поэтому распространяет эти знания, как тут написано. Хорошо? Если есть вопросы какие-то, пожалуйста. Микрофон или без микрофона? Харе Кришна, дорогой Гуру Махараш, спасибо вам большое за лекцию, у меня есть такой вопрос. Как практически использовать принцип, что чем больше препятствий, тем сильнее трансцендентное знание в свете девятого оскорбления святого имени, если Санкирта-Наядья для таких людей, создающих препятствия, запрещено в этом девятом оскорблении? Спасибо. Нет, нет, не запрещено. Здесь имеется в виду то, что недавно Бхактин Анатхи Кришна Махараш рассказывал о девятом оскорблении, если вы слышали, да? Он говорил, что там два момента имеется в виду, что мы не раскрываем глубинный смысл Харе Кришна мантры людям сразу. Мы им даем мантру как средство очищения. Чета-дар панамаджанам, первое шлока, да? Первое шлока Шикшаш таки. Очищение сердца, успокоение ума, привести себя в порядок, очистить негативных мыслей. Берите мантру, повторяйте, вот она очистит. Вот все, что можно. Это можно. И второе, это относится к неискренним ученикам. Нельзя принимать неискренних учеников, это будет оскорбление. Вот два момента. А петь на улицах, это нормально? Да-да-да, кто задает, пожалуйста. Добрый вечер всем. Александр, сын Александра. По всем вопросам у меня есть свое мнение, как и у всех. Но хочу знать ваше мнение. Иногда я слышу, вам задают длинные вопросы, и вы не прерываете никого. Если позволите, я вам за это же время 15 вопросов задам, а вы выберите один, на который захотите ответить. Первый. Раньше вы где-то до 16-го года часто повторяли формулу. Одна единица, девять единиц. Одна единица, девять единиц у женщин. Я с 2000-го года ее знал, и все время слушал и думал, а вы всю формулу знаете? Два, четыре, девять. Но потом, где-то в 16-м году, я услышал у вас ее пару раз, и больше после этого ее не повторяете. Второй вопрос. Первая песня, восьмая глава, сорок шестой текст. За 18 дней 640 миллионов человек погибло. Мы можем назвать где-то 100-150 имен. Так вот, а 640, откуда там появились? Третий вопрос. У Кришны есть проблемы? Да. Философские. Не может у него чего-то не быть. Ну... Это вам так кажется? Нет, нет, нет. Нормальные вопросы? У Кришны, он источник всего, Бахавадгита, 10-й глава, 5-й текст. У Кришны, он источник всего, только в превосходной форме. Следующий вопрос. У Кришны есть великий труд, он трудится. Он самый великий труженик. У него такой труд, который не подвластен, не может сделать ни один полубог, вообще никто. Он поддерживает во всех живых существах жажду жизни. Распределяет сад, чьи-то, нанду. Следующий вопрос. Мясо, интенсикация, азартные игры, азартные игры, незаконный секс. Бахавадгита, 6-я глава, 17-й текст. Это все потребности тела. Потребности тела. Нет секса, нет семи, нет ужаса. Следующий вопрос. Самая большая тайна, как я понял в священных писаниях, это вожделение в простонародье секс. Такие вещи по курпицам разбросаны в Бахавадгите, в Библии, курпицы. Например, Соломон, 3-е царство, 11-я глава, 3-й стих, имел 700 жен и 300 наложниц. Вот кто эту тайну разгадает, я даже премию могу дать. Что значит у вас было, вы говорили в лекции, значит секс один раз в месяц. И что означает целебат? Я примерно знаю, что такое, но хотел бы узнать вашу трактовку. Следующий вопрос. Как мы оказались в материальном мире? Это отпуск, командировка или заключение. Но там все известно, там сроки известны у всех, а мы бессрочны, поэтому, наверное, все-таки командировка бессрочная. Совет, так бы, вот хотелось бы, вы бываете в православных странах, в мусульманских странах, и вот в храмах в этих бы посоветовали. Там есть полки с книгами Бахавад Гиташи, им над Бахавадом прекрасно. Ну, еще бы, если бы поставили туда хотя бы одну Библию, а в мусульманских странах хотя бы один Коран бы, и люди, пришедшие впервые, сразу бы как-то оценили бы это, им бы очень понравилось. Ну, а если захотел бы кто-то приобрести, то пожалуйста. То есть, это бы смотрелось прекрасно, особенно вот мусульманская страна, православная. Но это на ваше усмотрение. Ну, а еще бы желательно знать бы их, но это уже деятельность самих храмов, чтобы они знали и Библию, вот как вы, например, цитируете Иисуса Христа, вот, а молодежь, если бы в дискуссиях, когда они распространяют книги, они бы еще цитировали Библию, это бы очень сильно бы цепляло людей. Любая, следующий вопрос, любая религия и мозг достигнет успеха, если бы жизнь моих членов была 120 лет, ну, хотя бы 110, ну, хотя бы 100. Следующие, юги, 4 юги, это как времени года или же они рукотворные? Где-то потом, попозже я услышал, что вы сказали, это рукотворные, я с вами согласен. Ну, и обусловленные души в цикле от рыб до брахмы, вот, а как же с растениями? Это вот первая песня, 9 глава, 39 стих, от рыб обусловленность начинается, а как же растения и ниже стоящие, что вы по этому поводу думаете? еда, совокупление, сон, оборона, насчет еды, сна, совокупление, понятно, вот, оборона, интересно, что-то такое, я как-то задумался, что такое оборона? Интересная вещь. Спасибо за ваше внимание, всего хорошего, успеха вам всем. Ну, видно, что вы человек мыслящий, вот, вы внимательный, ну, мыслите, изучаете, у вас есть любознательность, вот, к этим предметам, к этим темам. На все вопросы, конечно, я сейчас не смогу ответить, не будет времени, потому что начнут много желающих задать какие-то вопросы здесь, вот, но ключевой момент могу, как бы, ну, какие-то дать больше советы, чем ответы, потому что здесь не было, собственно, вопросов, здесь были ваши размышления, вот, и поэтому я не могу ваши размышления сейчас как-то, ну, менять, что ли, вмешиваться туда, если есть вопросы, я мог бы сказать, что написано в Ведах, или что Ачарьи говорят, но это ваши рассуждения, поэтому тут я не могу против вас поставить, что это вам, было бы не культурно это сделать, но если вы хотите прояснить все эти моменты, вот, которые вы сейчас говорили, для себя, искренне, то, наверное, ключевой будет вопрос в целебате, который откроет вам вот это вот, вот это измерение сознания, все остальное, все, что вы спрашиваете, в чем вы сейчас мыслите, может быть, вы сами хотите найти ответ, скорее всего, вы сами хотите найти ответ внутри себя, поэтому здесь вот важный целебат и подъем семени вверх, все равно стремится вниз, а йога, значит, его нужно поднять вверх, и вот на определенном уровне раскрываются все эти вот темы, о которых вы говорите, это не теоретическое знание, если даже сейчас подробно буду обсуждать каждый вот момент, который вы сейчас озвучили, вот, это не будет полезным, пока не будет, ну, почвы для того, чтобы проросло это, это будет чисто умозрительно, поэтому знание передается, смотрите, от практикующего к практикующему, зачем возделывать землю, если там нет семени, зачем будем что-то говорить, если там нет, не будет роста, не будет восприятия, не будет семени, для этого нужны регулирующие принципы и духовная практика, поэтому ключевой здесь момент будет в цели бати именно, вот тут ответ нужно искать. Хорошо? Какие есть вопросы? Спасибо большое за внимание. Спасибо. Харик, лично примите мое поклонение. Я хочу задать вопрос от Марка Джим. Она очень просила задать, позвольте вам сочетать. Дорогой Город Махарач, как вести себя при данных обстоятельствах? Я работаю в области медицины с пациентами реанимации и интенсивной терапии. Время длительной смены ввиду большого количества пациентов, все свое внимание я вынуждена переключить на работу, чтобы не совершить медицинских ошибок. Как в такие моменты помнить о Кришне, когда времени на оказание помощи совсем мало, а Господи хочется помнить и служить ему? Если мы принимаем лекарства, то мы должны знать дозу, которая будет поддерживать это лечение в течение суток. Вы принимаете лекарство, например, три раза в день, например, но действует оно круглые сутки. Значит, вы повторите 16 кругов внимательно, но эта доза поддерживает ваше сознание круглые сутки и на работе, и во время деятельности и так далее. Поэтому на работе нужно думать, как хорошо выполнить свою работу, что вы уже имеете сознание Кришны, теперь вы должны думать о долге. Кришна говорит, Бхага, Водите, исполняй свой долг и думай обо мне. Повторяем мантру, чтобы не забыть Кришну и выполняй свой долг. Не думайте, что если вы работаете, вы забываете Кришну. Вы забываете Кришну, когда работаете ради денег, ради накопления. Вот тогда вы забываете Кришну. Когда вы работаете ради блага всех других, вы не забываете Кришну. Дорогой Грета, вы можете рассказать историю Адраганахи, как он проявил свою форму с Богом Бхаган Сумадры не сможет. Это долгая история. Лучше ее прочитать, чем на память рассказывать с ошибками. Я сейчас расскажу что-нибудь. Ты сама лучше меня знаешь на любви. Давайте сейчас просто вопросы такие. «Бхарик Кришна, подскажите, пожалуйста, у меня есть ряд качеств, от которых вы будете воздержаться. Например, тщеславие, жадность, вожделение. Я могу от них воздержаться, по крайней мере, на каком-то уровне, в действиях, но они во мне проявляются. У меня возникает вопрос, противоречие, чтобы его понять. А Господь наделил нас почти всеми своими качествами, только в меньшей части. Соответственно, только Он больше всего ими обладает. То есть, Он самый, получается, без оскорбления, просто чтобы мысль передать, самый жадный, самый тщеславный. Это у меня так мысль идет, я именно выяснить хочу. Больше всего вожделение. И противоречие это еще только начало, потому что я не могу дальше понять. Он мне дает качество, а я должен от Него избавиться. То есть, Господь мне что-то дает, а я мне, мне не надо. То есть, я избавлюсь от Него. Какая у меня цель? Потому что цели можно достичь, когда ты понимаешь, к чему ты идешь. То есть, избавиться, так ты вроде от дара Господа отказался. Контролировать, так я вроде контролирую в какой-то части. И вот можно долго разбивать, но просто у нас формат сокращенный. Может быть, у вас Минский. Интересно мыслите, правда? Агам сарвайся прабхавам ата сарвам прабхавар татэ, Кришна говорит, ити матваббаджан тимам бутхаббаватсаман итак, что это означает? Говорит, я источник всех духовных и материальных мировок. Те, кто осознает это, поклоняются мне всем сердцем. Это нечиславие? Это нечиславие? Если вы такое скажете. Я главное лицо здесь. Почему от нас это происходит не очень хорошо, а от Кришны это истина? Почему такая разница? Мы не равны Ему, потому что ты бы был прав, если ты был бы равен Ему. Что это означает? В чем наша ошибка? В том, что мы хотим стать на место Кришны. Вот что значит нашим тщеславием. Если с этим качеством тщеславия ты хочешь славы для Кришны служить, это уже не тщеславие, это уже преданность. Арджуна говорит Кришне об этом. Кришна, ты самый прославленный в трех мирах. Кришна «А, друзья, это равенство. Я не хочу, чтобы наша дружба страдала. Ради дружбы это бхакти уже, это не тщеславие, это любовь. В любви мы равны с ним. Его богатство мои богатства. Если я сын, наследник отца, его богатство мои богатства. Но если я хочу отца сместить, как Камса, стать на его престол, это тщеславие». Ишава Сидан Сарвам «Все есть Бог уже». Это факт. Это нужно признать. Не я это место занимаю. Мы с ним едины в любви. Как Хрисло говорит? Я и отец одно. Но не означает, что отец становится сыном, а сын становится отцом. Означает, что они вместе у них любовь. Что же на любви говорит? Через бхакти ты все это сможешь совместить. Жадность для Кришны нормально. жадничать для Кришны. Вожделее для Кришны. Детей рожать и для Кришны. Все это божественный акт. Пожалуйста, Кришна говорит, боговодите, что сексуальная жизнь, я защищаю детей, это я сам. Видите, то есть в сознании Кришны все это, кроме одного качества, которое мы не можем применить в сознании Кришны. отгадайте какое? Зависть все знают. Зависть мы не можем. Зависть означает, что мы хотим убрать, устанеть Кришну, устать на его место. Это неприменимо. Бхакти. Все остальное тщеславие используйте, жадность используйте, все используйте. Все, что есть, все очистится. Зависть нужно задушить. Просто задушить. Для своего блага. Когда Кришна говорит Ман Мана Бхава Маладокто предайся мне, он говорит это не для своего блага, для нашего блага. Он уже все благой. Очень мыслящие преданы. Интересно. Я по поводу лекций. был такой момент это история про преданную, который получил посвящение и тем менее его вверх продолжалась критика Ладу спреданную. Тем менее он мог прогрессировать. Но согласно скорбине первым, ввести скорбине говорится это опасно опасно и помогите понять какой критики который помог спрортизировать негативно думал Просто температура. Щитоморник приморский, не знаю, такую змею. Приморье. Она кусает, ничего страшного, даже если вы где-то в лесу, там в погоде, ушли на несколько дней, выкусила змея. Ну, день будет, температура у вас поднимется, полежите и все. Пойдете дальше. Другая змея укусит. Нужно вызывать скорую помощь. Делать переливание какое-то, не знаю, капельницы ставить, что-то нужно срочно предпринимать, опасно очень. Но другая змея вам скоро не поможет. Мне ничего не поможет. Поэтому тут вещь тоже не такая уж очевидная, кто как оскорбляет. Бывает, что человек, я помню этот фильм советский, они сражались за родину, там Бонарчук, я помню, как он получил эти осколки, помните? Вот, по всему телу, он лежал в этом. Это санбате военном. И не было наркоза. Вот показывает эту вот мучительную сцену страшную, как без наркоза из его тела выкастываете осколки. Прямо инструментами нужно было там резать, там очищать все это. И вот он должен терпеть. И он уже не может терпеть. Он начинает просто проклинать этого хирурга. Плохими словами вообще. Хирург продолжает выполнять свою работу. Не обращает внимания. Понимает, ему больно. Ему больно. Вот, ничего страшного. Потом он выздоровеет. Он скажет спасибо. Кажет, вы можете по-живому такое делать. Вот вы доктор. Как вы можете такое делать? Вы понимаете, как я сейчас страдаю? Он начинает ругаться, кричать, материться, что угодно. Он не обращает внимания. Просто продолжает. Это оскорбление. Вот видишь, разные обстоятельства бывают. То есть нужно тоже быть осторожным в этих вот выводах. Люди по-разному обиды переносят. Кто-то стоически может поддержать внутри себя и терпеть все это. Плод до инсульта. А трансэнталист, он не воспримет это в сердце. У него не будет инсульта. Он это поймет совершенно по-другому. Представьте, вот нам приводили примеры, когда мы изучали эту тему. В гунах разные реакции идут. Идет человек по дороге. Три примера, три человека разных. Один в невежестве, другой в страсти, третий в добродетели. Вот пошел человек в невежестве. Так, там лужа. И тут велосипедист, встречный или объезжающий его, обрызгал его за это лужа с ног до головы. Человек в невежестве. Что он сделает? Он расстроится, он расплачется, он вспомнит все плохое в жизни, он впадет в депрессию вообще. И что-то вспоминает и другие случаи, как все ужасно в этом мире и прочее. С ним рассказывает. Из этой вот маленькой вещи он катастрофу создаст просто у себя в сознании. Человек в страсти, он вспыхнет, догонит этого велосипедиста, и окунет вместе с велосипедом в эту лужу. Ты, негодяй, куда ты смотрел? Ты что, тут люди ходят и так далее. Он будет сражаться с ним. Благостью он совершенно спокойно скажет, а я просто пошел не той дорогой, нужно быть внимательнее. Вообще не обратил внимания на него, даже не посмотрю. Вообще это не заденет его никак. Не будет инфаркта, не будет инсульта. А в невежестве он дойдет до шизофрении, этот человек, таким путем. В страсти у него будет много врагов и друзей. И то, и другое будет. И предательство будет, и измены будут, все будет. В благости ничего этого не будет. Вот. О, как, куда? Нам нужно направить свою ум и чувство. Благость нужно направить. Не спешите передавать кого-либо анафеме никогда. Не судите, не судим вы будете. Просто, если вы чувствуете, что ваша вера страдает от общения с этим человеком, слишком много у него этого критицизма, просто близко не общаетесь. Но не восставайте против него, как личности. Просто избегайте его. Мы так и говорим. Если кто-то начинает критиковать, злобно, мы говорим, просто не общайтесь пока с ним, пусть остынет. Близко не подходите. Кто за этот последний вопрос? У кого самый важный вопрос? Давайте посмотрим. Хорошо, все. Все, у нас справедливый суд. Все. Отлично. Просто сочетание. Так, пожалуйста. Сегодня тема, какая была о поколениях, старших и младших. И то, что обычно в мире младшая поколения, как бессмитая, старшая, она разочарована. И такой конфликт вражда. Такой вопрос обширный. Возможно ли это закон природы, сейчас у нас такой, возможно, другой сценарий, чтобы действительно старшие они были... Ну, это почетно было. Не то, что они мешали нам, а наоборот, мы жаждали их общения. Какова тенденция развития именно в таком сценарию и возможно ли это... Это хороший вопрос. Ты права, что это закон природы, смещения, но это закон низшей природы, низшей природы, материальной природы. Силой смещается. Старшее поколение, когда оно слабеет, то вожак просто молодой покусает его, порвет ему уши, хвост сломает и все. И становится новым вожаком. Это низшая природа действует. В цивилизованном обществе любовь, смена поколений, причина. Уполномачивают старший, младший. Впереду все самое ценное, что они накопили, в младшем поколении и уходят в отрече. Не знают, куда идти дальше. Если не знают, куда идти дальше, возникает смещение силы. Если старший препятствует развитию младших, защищая свои места и положения, их смещают силы. Так работает низшая энергия. Высшая энергия, они передают это наследство. лучшим представителем выбирают, воспитывают таких людей. Гуру, если он имеет знания, он должен передать знания. Это обязанность его. Отец должен передать наследство. Это его обязанность. Не ждать, когда сын пойдет против него, будет отбирать у него собственность. Это странно было бы. Поэтому о преемственности нужно думать каждому из нас. Каждому из нас. Все, что мы с вами имеем, сколько бы мы ни имеем, мы должны уже кому-то передавать. Иначе у нас не будет отношений. Это хорошее дело. Уже нужно делать. Это нужно уже делать. Каждому из нас. Нарея Кришна, Ваши милосы, помогите немножко лучше разобраться. Когда вредный подходит непривязанности к водам? И может быть, какие есть до этого ступенечки еще? Ага. Непривязанности к водам. Угу. 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 Хорошо. Как говорит Шмананда Рай, первая ступень к совершенству это исполнение долга. осознать силу дхармы. Например, есть варнашма, дхарма, например, четыре варны, хорошо. Есть ноги в обществе, есть желудок в обществе, есть руки в обществе, есть голова в обществе, четыре сословия, четыре дхармы. дхарма – это природа. Это не мы определяем. Это врожденная природа, гуна-карма. Это уже есть в природе. Удивительно то, вот и очень удивительно, что если каждый последует своей дхарме, возник в обществе гармония. Кто это количество определяет гармоничное? Нам не нужно рассчитывать, сколько нам нужно рабочего класса, сколько должно быть медицинских работников. В природе уже все есть. Нужно просто ей следовать. Вот это самая удивительная вещь. С позиции этой дхармы у нас возникает доверие к Богу. Вот на самом деле Он уже все это нам дал. Все уже есть. Узнание есть и общество есть, и все количественно есть, и качественно все есть. Потому что просто каждому следовать своей дхарме. Долгу. И когда это доверие, уже вера утверждается в этом знании, человек не боится жертвовать плоды своего труда. Бог есть. Как иногда наблюдают люди, что перед войной рождается больше мальчиков? А кто это знает, кто это видит? Значит, это работает. Значит, есть контролирующая сила. Все просто. Если мы просто, каждый последует своей дхарме, в мире будет порядок. Он уже заложен. Во всем. В каждом цветке заложен порядок. В каждой травинке уже есть гармония и порядок. Изучают ученые. Гатами описывают, тама пишут о траве. Столько там гармонии, столько законов. Все порядочно. И общество людей тоже, говорится, есть вот ноги Господа, есть желудок Господа, есть руки Господа, есть голова общества. Кто это? Есть рабочий класс, есть торговое сословие, производительный класс, есть руководящий класс, есть интеллектуальный класс. Но поскольку они завидуют друг другу, возникает проблема. Все хотят быть богатыми сегодня, все хотят руководить. Искусственно это создана проблема. В невежестве, из-за невежества. Но если каждый последует совет харми, в мире без наших усилий восстановится гармония и порядок. Вот такое умзнание получаем и отсюда исходит следующее, что мы не боимся отдавать Кришне плоды своего труда. Он же распределяет все. И он это делает правильно. Мы это видим через исполнение долга. Он друг каждому живому существу. Что-то было понятно, нет? Нормально? Ну то, что новым пришло. Может быть, есть другие ответы тоже. Спасибо большое. То есть нам все запрещают дальше проводить программу. Я не виноват. У нас есть справедливый суд, гуманный суд. Спасибо всем. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...